Масштабы предстоящих работ по достройке дворца игровых видов спорта губернатор оценил лично. На завершение самого крупного спорткомплекса региона из федерального бюджета на этот год выделено 120 миллионов рублей, а на следующие 491 миллион. Сейчас готовится конкурсная документация. Планируют, что подрядчик приступит к работам в мае. Дел еще очень много, поэтому и потребуется два года. Сумма для освоения, если все брать, делать в этом году в 600 миллиардов, конечно, миллионов – это большая сумма для достроя и для подрядных организаций. Я надеюсь, это будет наша, Ивановская подрядная организация, конечно, серьезный объем. Это первое. Второе, такой объект хотелось бы, конечно, сдавать уже комплексно и в полном объеме. Невооруженным глазом видны промочки и другие последствия простоя. Но все решаемо, говорят чиновники. Станислав Воскресенский дал поручение серьезно продумать благоустройство прилегающей территории, привлечь к этой работе команду ивановских ребят, которые сейчас обучаются проектированию общественных пространств. Семь подумать, чтобы это было не только мы с вами достроили, но и прилегающая территория была достойной, жителям нравилось. Это как раз поручение в тему, потому что у нас город прирезал еще. Андреус, сколько там территорий? 30 соток. 30 соток еще дополнительно к этому территории, которую я сейчас вам докладываю. Чтобы этот объект стал частью комфортной городской среды. Пока у объекта по сути только стены, но уже сейчас впечатляют размеры универсального игрового зала на 2500 зрителей. Размер зала нас всегда останавливал, потому что мы не могли проводить и принимать соревнования с серьезного уровня, в том числе уже с выходом на мировое представительство. Поэтому нам приятно понимать, что открытие ФОКа даст возможность, во-первых, как укрепление нашей тренировочной базы для наших спортсменов. В основном по базовым олимпийским видам спорта, потому что высота потолков позволяет заниматься батутистом. Сам зал позволяет проводить соревнования по футболу, по баскетболу, по волейболу уровня, даже чемпионатов и первенств России. Так что для нас это большой шаг вперед в плане развития именно спортивной составляющей. Залы тренажерные и тренировочные для единоборств и групповых занятий, антидопинговая служба, кафе, магазин – это тоже все запроектировано. Не просто объект, а центр спортивной жизни. Дело осталось за малым – достроить.